Всем привет! Я уверен, что нам, людям, есть чему поучиться у животных. Мы часто остаемся равнодушными к чужому горю, а звери порой совершают настоящие подвиги. Сегодня я расскажу вам о животных, которые спасали людей. Но сперва не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Пусть гуси не самый опасный хищник, но эти птицы часто ведут себя довольно агрессивно. Однако этот пёс не даст в обиду своего хозяина. Злобная птица не на того напала. Не зря собак называют нашими лучшими друзьями. На дверях магазинов часто можно увидеть табличку, запрещающую вход с собаками. А зря. Лучше бы запрещали вход с оружием. Хотя это бессмысленно. Собаки ведь гораздо послушнее грабителей. Хорошо, что этот парень как раз разрешал псу находиться внутри магазина. Именно это его и спасло. Четырёхлапый друг прогнал преступника. А на этих кадрах можно наблюдать настоящую дружбу слона и человека. Конечно же, этому мужчине не угрожала опасность. Он просто оплавал в реке. Но слону-то почём знать? Он, видимо, распереживался, что его друг может утонуть, и отправился его спасать. Вот какой заботливый. Даже люди далеко не всегда спешат на помощь, как этот слон. Не зря именно собак чаще всего используют для охраны и защиты. Эти животные уже не раз доказывали, что ради хозяина готовы рисковать собственной жизнью. Этот пёс не только хороший друг, но и настоящий защитник. Лучшего телохранителя ни за какие деньги не нанять. Но одно дело – защитить от грабителя, а другое – от хищного зверя. Голодная пума подошла слишком близко к человеку. К счастью, он был собакой. Пёс не спешил атаковать, но он точно не подпустил бы эту хищную кошку к своему хозяину. Эти кадры снял мужчина из Канады, чтобы показать всем, насколько бесстрашный у него пёс. На самом деле, встреча с пумой редко хорошо заканчивается даже для крупных собак. Только несколько пород способны справиться с этой хищницей. На этих кадрах мы видим, как бельгийская овчарка не подпускает маленькую девочку к воде. Собак обучают командам, но некоторые из них настолько умные, что вполне могут самостоятельно принимать решения в критических ситуациях. Именно так и произошло в этот раз. Кило – это 12-летний петбуль, который оказался настоящим героем. Когда в дом его хозяина Джастина Беккера ворвался грабитель, пёс отважно бросился на него. Но преступник оказался вооружённым и выстрелил прямо в голову собаки. Чудесным образом пуля рикошетом отскочила от черепа Кило и вышла через его шею. Казалось, что у пса не было шанса выжить, но Джастин всё-таки отвёз своего спасителя к ветеринару. Врачи сделали невозможное – Кило выжило. В отличие от кошек, собаки очень любят маленьких детей. Им не просто весело играть с ними. Они по-настоящему привязываются к своим маленьким хозяевам и оберегают их от опасностей. Эта малышка не может даже искупаться. Так переживает за неё её пёс. В 1996 году в зоопарке Брукфилда произошёл удивительный случай. Трёхлетний мальчик упал с высоты в 6 метров прямо в вольер с гориллами. Животные тут же обступили ребёнка. И неизвестно, чем бы всё закончилось, если бы среди них не оказалось гориллы по кличке Бинти Джоа. В переводе с языка Асуахили её имя переводится как «Дочь солнца». Именно она разогнала сородичей, подняла мальчика, который потерял сознание, и понесла его к выходу из вольера. С ними пришлось пройти расстояние примерно в 20 метров. Очевидцы утверждают, что она покачивала мальчика, пока несла. У входа уже ждали сотрудники зоопарка, которым горилла передала ребёнка. Подобный случай произошёл ещё в 1986 году. Отец поднял пятилетнего сына на плечи, но отвлёкся на его старшего брата и не сумел удержать ребёнка. Мальчик по имени Леван упал с 7-метровой высоты. Первым к нему приблизился самец гориллы по кличке Джамбо. Никто не знал, как животное поведёт себя в такой нестандартной ситуации. Эта горилла оказалась менее сообразительным, чем Бинти Джуэ. Джамбо не догадался отнести ребёнка к выходу, но ему явно была жаль мальчика, потерявшего сознание. Он стал гладить малыша по спине, а когда тот пришёл в себя и разрыдался, отошёл подальше, чтобы не пугать. Сотрудники зоопарка могли зайти в вольер и забрать ребёнка. Если бы на месте Джамбо оказалась более агрессивная горилла, всё могло бы закончиться гораздо хуже. Например, в 2016-м ребёнок упал гориллом, его схватил самец по кличке Харамбы. Чтобы спасти мальчика, гориллу пришлось убить. Мало кто знает, но интеллект свиней не уступает собачьему. Их редко держат в качестве домашних питомцев. Но у Джоанна Альцман, помимо собаки, была ещё и свинка по кличке Лулу. Когда у женщины случился сердечный приступ, именно свинья нашла способ, как помочь хозяйке. Лулу выбежала из дома и вышла прямо на дорогу, чтобы привлечь внимание людей. Один водитель понял, что свинка мечется по дороге не просто так. Он последовал за ней, вошёл в дом и увидел женщину, лежавшую на полу бессознания. Мужчина вызвал скорую, и врачи успели спасти жизнь Джоанна. Акулы, пожалуй, самые опасные для человека рыбы. Биолог Нэн Хаузер могла бы стать очередной их жертвой, если бы не горбатый кит. Женщина изучала кита и не заметила приближения акулы. Но бдительный кит был на чеку. Великан заметил хищницу и укрыл женщину своими плавниками. Затем животное даже подняло учёную на поверхность воды. По словам Хаузер, поблизости был ещё один кит, который пытался отогнать акулу. Этот случай доказал, что киты готовы осознанно защищать людей. Однажды в Калифорнии 69-летний Роберт Биггс наблюдал за семью медведей. Вот такое вот хобби было у калифорнийского пенсионера. Он так увлёкся слежкой за косолапами, что не заметил, как к нему подкрался горный лев и наползать. Но медведица, за которой мужчина наблюдал издалека, набросилась на льва и вцепилась ему в горло. У мамы медведицы не было никаких мотивов так поступить. Животное вовсе не угрожало её медвежатам или ей самой. Она просто спасала Роберта, а значит, эта медведица – настоящая героиня. Люди, работающие в заповедниках, очень привязываются к своим питомцам. Этот парень абсолютно расслабился в кругу своих любимцев, но внезапно его атаковал леопард. Однако львы не могли дать в обиду своего друга. Что ж, среди диких кошек, как и среди людей, встречаются предатели. Но хорошо, когда рядом оказываются защитники. Говорят, что белухи просто играют с тонущими людьми. А чем закончится эта игра – дело случая. Но в Китае белуха по кличке Мила спасла участницу соревнований в развлекательном центре Харбины. И после этого стало очевидным, что эти существа вполне осознанно спасают людей. О Питболе ходит дурная слава. Но никто не станет спорить с тем фактом, что они не раз спасали жизнь своим хозяевам. В 2018 году жительница Бруклина едва успела открыть дверь, как грабитель достал пистолет. К счастью, её Питбуль среагировал мгновенно и напал на незваного гостя. Тем временем женщина успела вызвать полицию. На самом деле мы многим обязаны псам. Они не только защищают наши дома, но и способны найти наркотики. Специально обученные псы даже находят бомбы и помогают бороться с террористами. В Северной Каролине в лесу потерялся трёхлетний мальчик. Его нашли спустя пару дней, но история, которую рассказал ребёнок, кажется невероятной. Он утверждает, что всё это время с ним рядом был медведь. Он оберегал его, грел ночью и помогал находить ягоды. При этом на ребёнке не было ни царапины, когда его обнаружили. Одни верят мальчику, другие думают, что Мишка – это всего лишь вымышленный друг. А что вы думаете по этому поводу? Мне будет очень интересно почитать в комментариях. На этом всё, дорогие друзья! Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. И конечно же не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски!